И потом подумал, думаю, если в эту систему дать маленькое звено под названием подписка на то, что мне хочется. То есть, ну, честно скажу, достаточно много нужно времени, определенных компетенций, чтобы непрерывно заниматься этим. А вот если я произвожу, например, дерево деталей, если бы я подписался, и эта система мне автоматически присылала все предложения по покупке дерева деталей, которые есть, и или наоборот. Вот если бы тогда, я бы просто-напросто приходил бы на работу или получал бы на своем смартфоне сообщение. За вчерашние сутки появилось еще два сообщения на доску такую-то, скубав таких-то, и я тут же сделал заявку и так далее, и так далее. В принципе, особо ничего не меняет, совершенствование системы незначительно, но тогда огромное количество людей, подписчиков, сразу получают именно ту информацию, которая им нужна. Совершенно верно, вы сказали, и такой функционал уже есть, я просто не упомянул его в своем докладе. Есть возможность автопоиска и подписок на определенные события, да, это связано, может быть, как раз с отраслями работы и с территориями. Мы планируем развитие данного ключа со стороны крупных заказчиков, чтобы также были функции личного кабинета, поиска и работы с контрагентами, чтобы это стало такой некой площадкой взаимодействия, коммуникационной площадкой между крупными заказчиками, имел шансы. И второй вопрос. А та информация, которая есть в этой базе, и то, что есть в госзакупках, оно совмещено или нет? Оно 100% совпадает, да. 100% совпадает, да. Яков Ильич, вот те окна, про которые мы с вами там периодически обсуждаем, называется, они там есть или нет? И то предприятие, которое мы с вами, например, обсуждаем, про производителей органов. Можем ли оно автоматически получать информацию, ну, первое, раз в месяц о всех заявках, и второе, как только появляется какая-то новая заявка, получать ее и дальше? Даша Акадыч, на нашем портале СМП ТОПТИС, у нас сейчас в СМП ТОПТИС 10 тысяч предприятий получают каждый день 42 тысячи извещений по их подпискам. По оконникам, по подпискам и так далее. То, что вы сказали, естественно, правильное дело, мы тоже рекомендовали этому сайту сделать наоборот. Не чтобы искать, а чтобы получать информацию. То, что мы сделали в СМП ТОПТИС, то, что вы говорили, мы это все сделали. В принципе, все, потому что мы с ним на самом деле, а дело в том, что эта система, скорее всего, будет совершенствоваться и развиваться, и, ну, для того, чтобы каждый раз искать нужную информацию, она значительно, вместо того, чтобы искать информацию, было проще получать ее по подписке. Наша работа, вот, на основании вот этого энергосервисного контракта, мы готовы расплачиваться кредитными организациями, вот, по реализации энергосервисного контракта. Одной из функций, не знаю, была бы здесь, были представлены основные функции корпорации, да, но это является одной из основных функций, одним из основных направлений корпорации, предоставлением кредитов, предоставлением гарантий и прочих, вот, кредит. Если у вас есть контракт, вы можете, и вы подпадаете под категорию малого или среднего бизнеса, если у вас выручка не превышает 2 миллиарда по году, а численность не превышает 250 человек, то вы можете прийти и получить у нас гарантию или поручительство. А тем более, если вы в высокотехнологичной сфере, вы можете еще попасть на так называемую программу 6,5, не знаю, рассказывали они или нет. Рассказывали, да? Тем более, когда речь идет об энергетике. Да, ну, это высокотехнологичной сфере, и 6,5 у нас в приоритетах, в одном из 10 приоритетов по программе 6,5. Кстати говоря, по, если брать республику, то, значит, из примерно 8 миллиардов, 8 миллиардов, поведенных субъектов малого и среднего предпринимательства, значит, под программу 6,5, попадает примерно 75%. Поэтому, приходите, это нормально. Спасибо. Вам спасибо. 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 Спасибо.